Итак, Ольга, суетиться и бегать по рабочим делам в начале лета придется основательно, ведь Марс – волны. Как говорится, потопайте, так уж потопайте, дорогие друзья. Но не стоит распылять энергию, нельзя быть импульсивным и все делать подряд, иначе зарастете очень большими проблемами. Если появится на горизонте что-то стоящее, то пускайте в ход инициативу, как советуют действительно звезды и Марс – волны, очень планета Овна в знати своей обители. Действительно Овна, я бы так сказал, на первом месте в этом месте. О том, что Марс – волны, так еще и планета большого счастья Юпитер – волны, поэтому он самый большой везунщик этого месяца. Мелких и чересчур хлопотных заданий будет множество, но душа требует от вас перемен. Дайте простор фантазии, общайтесь с новыми людьми, с новыми идеями. Динамичность этого месяца заметно отразится на результате. Волны способен круто изменить рабочую сферу, освоить другую специальность и пополнить соцены информации. Ничто не останется без ответа, поэтому действуйте и не дайте себе послабления. Хорошо в июне заниматься продажей жилья, переездом и обустройством на новом месте. На месте. Да, не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша экстренная поддержка. Но, конечно, в очень-очень насыщенной профессиональной сфере у вас месяц, когда нельзя ни в коем случае его пропустить и лежать на диване. Поэтому отменяйте все эти отпуска. Это не ваш месяц, чтобы загорать на солнце, доходить где-нибудь на море. Масса новых проектов, бурная общественная деятельность, выступления на мероприятиях. Главное, что вам необходимо быть ответственными и доводить все до конца, как рекомендуют для ООНа гороскопные. Успех на стороне тех, кто наконец-то решит заняться бизнесом и станет предпринимателем. Конечно, месяц даст деловитость. Отличный период, чтобы запланировать финансовые дела, увеличить работоспособность. Но, возможно, какие-то сложности в передвижениях, и особенно в конце месяца, в последнюю неделю, будьте осторожны, не исключены препятствия в процессе деловых передвижений, а также на дорогах ДТП. И богат на крупные приобретения для вас, как для личного, так и для производственного пользования. Большая часть денег будет ходить на обучение и курсы. ООНа стоит поискать, конечно, дополнительный источник дохода. Очень благоприятная ситуация может быть с поддержкой родственниками, соседями, с друзьями. Меркурий создаст для ООНа все условия для практической деятельности. Начиная с 13 июня получится реализовывать интеллектуальные проекты, завести выгодные знакомства и очень хорошо для обучения. Вы также будьте манюбильны, коммуникабельны, и, конечно, ваше внимание может иметь некую расфокусированность, поэтому нужно сосредоточить, особенно во второй половине месяца. Не удивляйтесь, если возникнут, опять же, какие-то сложности с документами, транспортом, лучше, не лучшее время, чтобы вообще приобретать, наверное, автомобиль. Поэтому может быть какие-то даже поломки. В полном случае нужно обратить внимание на желудок и сердце, пройти обследование и взять курс на профилактику. Если появились какие-то проблемы в этих областях, нужно обращаться к врачу. Кроме того, Марс в первом доме ООНа говорит о том, что физическое состояние, иммунитет очень сильные могут быть. Поэтому можно преодолеть любую даже неизвещенную болезнь. Если вам нужна какая-то операция, то можно на этот месяц ее запланировать. Когда точно и где, конечно, обращайтесь к астрологу Владу Росу. Делайте гимнастику по утрам, больше ходите пешком. Самое трудное – это преодолеть в этом месяце лень. Это просто нужно делать. И ООНу очень благоприятно в этом месяце заняться спортом и пойти в зал. Фитнес, аэробика, пробежки и так далее.